Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Семейный портрет Бабуля, а зачем столько пирогов? Шершуля на слёте генералов. Не должен быть голодным. Лунтик, достань-ка ту корзину со шкафа, я уложу туда пирог. Хорошо. Спасибо, Лунтик. Наш семейный портрет. Семейный? На нём я и Шершуля. Одна семья. Его Шнюк нарисовал. Как красиво! Можешь повесить его на тот гвоздик над столиком. Ага. Ну всё, я полетела. Ой! Ой! Ну вот, деда с бабой расстроится. Дядя Шнюк, наверное, так долго его рисовал. А, дядя Шнюк! Он наверняка мне поможет. Дядя Шнюк! Дядя Шнюк! Его нет дома. Надо его найти! Смотри, Пупсень! Круто я нарисовал! Куда идёшь? Чего несёшь? Семейный портрет. Но я его испортил. Дядя Шнюк может мне помочь. Мы тебе поможем. Да! А ну-ка дай! Правда? Готово! А кто это? Генерал Капа и Баба Шер! Лунтик, ты чего не смеёшься? Смешно ведь! Привет, Лунтик! Привет. Лунтик, что-то случилось? Я порвал семейный портрет Бабы Капы и Деда Шера. Это дедуля, а это бабуля? Наоборот. Это вопсень и пупсень разрисовали портрет грязью. Грязь надо смыть! Быстрее, пока она не засохла! Бежим в пруду! А портрет можно мыть? Подожди, Кузя! Ах! Ах! Ну как, отмылось? Вот! Ах! Ах! Придётся всё рассказать бабуле и дедуле! Ах! Ах! Дядя Шнюк! Дядя Шнюк! Ах! Ах! Я вас искал! Здравствуйте, дядя Шнюк! Ах! Здравствуй, Лунтик! А что это ты принёс? Это портрет бабули и дедули! Ах! Красиво! У тебя неплохо получилось! Ведь это вы его нарисовали! А я его испортил! Ах! Вот оно как! Да! Я знаю, что делать! Идите-ка домой, а я вас догоню! Ах! Тебе так идёт форма, Шершуля! Это точно! Ты такой красивый, как на нашем портрете! Ой! Лунтик! Здравствуй, Кузя! А где же портрет? Да! Где? Я... Я хотел только повесить, а он порвался! Потом я побежал к дяде Шнюку, а там гусеницы! И они сказали, что умеют рисовать! А потом мы его помыли, а он... Вот! Ах! 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 Я вижу, вы уже готовы позировать! Позировать? Ну да! Сейчас мы будем рисовать новый портрет! Ну что ж, я пожалуй пойду! До свидания! До свидания! До свидания! Лунтик, иди к нам! Но на этом портрете меня не было! А теперь будешь! Ведь мы одна семья! Да! Вот так в домике диких пчел появился новый семейный портрет! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Ах! Эх! 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 Х! Вот растяпа! Кисточки то я и забыл! Ладно! Пусть так постоит! А я домой за кисточками сбегаю! Одна нога здесь, а три уже там! Искусство! Лунтик, пасуй мне! Давай! Не достал! Ой, что это? Кажется, это и тюдник дяди Шнюка. Это мы его уронили? Ну, вообще-то это мячик, но лучше всё на место поставить. Кузя, как ты думаешь, это тоже мячик сделал? Да нет, не похоже. Это дядя Шнюк что-то рисовать начал, а потом устал, наверное, и отдыхать ушёл. Это ж искусство! Много труда нужно! Ладно, Лунтик, пойдём играть на полянку. Скоро туда пчелёнок с Милой придут. Да, бежим скорее! Мила, я не успеваю за тобой. Смотри, как я умею, пчелёнок! Ой! Это же и тюдник дяди Шнюка! Что мы наделали? Только не расстраивайся, Мила. Я сейчас всё исправлю. Вот, Мила, я всё сделал. А картина? А что картина? Я её испортила! Не уверен. Не знаю, что тут дядя Шнюк рисовал, но в таком виде мне очень даже нравится. Ярко, празднично. Правда? Тогда я спокойно. Летим скорее к Лунтику и Кузе. Ха-ха-ха-ха! Не поймаешь, не поймаешь! Ай, Пупсень! Ты что, не видишь, куда бежишь? А что, я поймал кого-то другого? Ты повалила тюдник Шнюка. Он здесь что-то рисует. Что это? И такую ерунду рисует Паук Шнюк? Да ты, Пупсень, даже так не сможешь. Ха-ха-ха-ха! Кто? Я? Да я ещё красивее умею! Только краски дай! Ха-ха-ха! Краски? Они на твоей физиономии! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Так, с какой бы кисточки началась. Художник идёт! А ты картину уронил. Кажется, пора драпать. Да, точно! Бежим! Так, вот это для начала подойдёт. Эй, не понял. Где же... А-а-а-а! Эй, что это? Это я? Нет, это не я! Что это такое? Что это такое? В каком смысле, сосед? Полагаю, это твоя новая картина. Кстати, очень красиво. Тебе нравится капочка? Да, довольно необычно. А я бы сказал, что слишком оригинально. А мне нравится. Так ярко. Дядя Шнюк, у вас сегодня явно вдохновение. Да? Вы думаете? Да, надо же. А Пупсень говорит, что он ещё лучше сможет. Да, точно! Смогу! Только краски давайте! Дайте краски, я покажу! Дайте! Нет, ребята. Это не так просто. Это не так просто. Это не так просто. Мне кажется, это очень красиво. Вот как совершенно неожиданно родилось новое художественное произведение. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Картина. Это ещё что такое? Он должен быть где-то здесь. Здравствуйте, дядя Шнюк. О, наш самолётик. Привет, ребята. Держите. Спасибо. А у вас новая картина? Да. Только что закончил. Приходите сюда завтра утром. Я буду представлять её всем жителям нашего леса. А можно мы сейчас посмотрим? Ну... Ну ладно, взгляните, пожалуй. Ну как? А что это такое? Это композиция, выражающая настроение моей души. Мне кажется, красиво. Красиво? Я совсем не понимаю, что здесь нарисовано. Я же сказал, настроение. Какое же это настроение? Тут какие-то кубики. Ладно, мне некогда. До свидания. Не мешайте работать. Какие-то кубики. Почему ты считаешь, что это плохая картина? Вот скажи, Лунтик, ты понял, что там изображено? Нет. На хорошей картине должно быть сразу всё понятно. А так складывается впечатление, что дядя Шнюк вообще рисовать не умеет. Лунтик, мы должны спасти дядю Шнюка. Спасти? От чего? От позора. Завтра столько народу соберётся. Ты же не можешь запретить ему показывать картину? Зато я могу её исправить. Исправить? Да. Немного перерисовать. Потом он сам будет благодарить нас за это. Побежали, пока не поздно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Представляю, как дядя Шнюк обрадуется, когда увидит свою картину Я решовал эту картину целый год И, как мне кажется, достиг совершенства Можно с уверенностью сказать, что это лучшая работа за всю мою жизнь Итак И это твоя лучшая картина? Ха-ха-ха-ха-ха! Какие смешные рожицы! Та, что справа похожа на Лунтика, а слева на меня Я же говорил, что всем понравится Даже не знаю, что и сказать Не в твоей манере написано, что ли? А? Моя картина! Это я исправил! Правда же так лучше? Исправил! Дядя Шнюк, вы куда? Дядя Шнюк, вам что, не понравилось? Понравилось! Ты мне картину испортил! Я хотел спасти вас от позора! С чего ты взял, что я буду опозорен? Потому что на вашей картине ничего не понятно! И я подумал, она никому не понравится! Вот как подумал! Послушай, Кузя, если тебе непонятна картина Шнюка Это еще не значит, что она плохая Мне вот, например, кажется Если бы не твои каракули Картина была бы очень хорошей И мне так кажется И мне тоже И мне! Значит, я испортил картину Получается, что так Вскоре дядя Шнюк нарисовал новую картину У Кузи, конечно, чесались руки Что-нибудь и в ней поправить Но теперь он решил для начала Во всем разобраться Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился! И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет! А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Критика Ну что, художники Пойдемте завтракать Еще чуточку У меня, наконец, получаться стало Ладно Ну как, закончили? Да Да, хотите посмотреть? Вот Ого! Да вы прямо настоящие художники Да Особенно мне нравится Твой рисунок с грибом Кузя Гриб? Какой гриб? Это не гриб Это ваша Ива Ой, точно Отличная Ива Мы хотим устроить Выставку наших картин И всех позовем Мы с Шершулей Обязательно придем Ага Как ты думаешь Друзьям понравятся наши картины? Ха, конечно Мы же всю ночь их рисовали Ой! Осторожней Я тут рисую Простите, дядя Шнюк Мы просто на наши картины засмотрелись А что? Они такие хорошие? Конечно Они всем нравятся Мне покажете? Ага Ага Вот тут много пустого места Краски бледные И плохо сочетаются А у тебя, Кузя, что? Похоже на гриб какой-то Тогда цветы маленькие Это не гриб Это Ива Ива? А почему она без корней И веток И еще Ладно Мы все поняли До свидания До свидания, дядя Шнюк До свидания, ребята Сам он на гриб похож Что он понимает? Я так вижу Дядя Шнюк хороший художник Он сегодня злой Вот и критикует все Критикует? Это значит, говорит, что ему не нравится А ему всегда что-то не нравится Здесь моя картина с Ивой Хорошо смотрится Кузя, я пойду спрошу Как исправить мою картину Подожди А как же выставка? Я без тебя ее не начну Тогда пошли со мной Нет Мне моя картина нравится Лучше я пойду звать всех на выставку Дядя Шнюк А не могли бы вы еще покритиковать мою картину? Я хочу, чтобы она стала лучше Тебе придется многое переделывать Я готов Ну, тогда слушай внимательно О, вот этот набросок хороший С ним можно поработать Спасибо, дядя Шнюк Я пойду рисовать Завтра всем покажу До завтра Лунтик, наконец-то пришел Где ты пропадаешь? Я всех уже пригласил Ты что, весь день собирался выслушивать критику? Дядя Шнюк мне столько рассказал Я бегу рисовать новую картину Завтра покажу Завтра? Я уже всех сегодня позвал Придется всех предупредить Здравствуйте Спасибо вам всем, что пришли Представляю свою картину О, неплохо Сразу видно, что старался Да, старался Спасибо А теперь ты, Лунтик Представляю вам свою картину О, какая красота Ива совсем как настоящая Спасибо Но это благодаря критике дяди Шнюка Я постарался нарисовать как можно лучше Ну что ж Картина и правда стала лучше Мне нравится Ух ты, Лунтик А ты меня нарисуешь И нас нарисуй Ты уже настоящий художник Молодец, Лунтик Всегда приятно, когда тебя хвалят Но критика – это тоже хорошо Ведь благодаря критике Ты сможешь увидеть и исправить свои ошибки Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем А хорошо получилось Ягоды так и бросятся в рот Да Пожалуй, самое время перекусить Художники Фу, надоело жевать траву Вот бы сейчас чего-нибудь вкусненького О, смотри, пупсень Кто-то оставил целую тарелку ягод Ого, как будто специально для нас Давай их съедим, пока никто не пришел Ура, вперед! Чур, вон та моя Да они нарисованы А ты, смотри, пупсень, ягоды Я-то думал, они настоящие Хорошо еще нас никто не видел А то посмеялись бы А что, мы тоже можем посмеяться Бери краски, пупсень, пошли Сейчас повеселимся Пойдем играть на пруд Давай, только зайдем в шалаш Я там книжку оставил Сейчас увидишь, Лунтик Это большая книжка про пиратов И в ней полно картинок Фу, что это? Ой, Кузя, смотри Я весь в краске Здорово мы над ними подшутили Чтобы еще такого нарисовать О, придумал Смотри 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 КОНЕЦ Здорово, мы их всех разыграли! Точно! А Элина-то как испугалась! Ой, а куда это они все подевались? Следы ведут сюда! Кажется, нам пора! Я так и знала, что это гусеницы! Бежим, пока нас не увидели! Ну вот, на педакуре и бежать! Вот они! Скорей, туда! Ой! Ай! Ой! А-а-а-а! 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 Ой! Пупсень, Пупсень! Вы не ушиблись? Так им и надо! Больше не будут ни над кем шутить! А-а-а-а-а! Простите нас! Мы, правда, больше не будем! Да, мы все исправим! Вупсень и Пупсень все поняли, и, конечно, так шутить больше не станут. А красить забор оказалось очень даже интересно! Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Краски! Ух ты! Красота-то какая сегодня! Радуга такая разноцветная! И вокруг все такое яркое! Деда! 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 У нас есть краски! А? Кто? Что? А? А? Краски? Да-да-да. Вроде были... Ой! А бумага? А-а-а! И бумага есть! Вот, бумага и краски. Красная, желтая и синяя. Все, что есть. Спасибо, деда! Красная полоска. А теперь... Желтая полоска. Хе-хе. Синяя. Хе-хе. Ой! Для радуги красок маловато. Ладно, что-нибудь другое нарисую. Цветочек нарисую. Готово. Ой, и для цветочка красок маловато. Ладно, нарисую еще что-нибудь. А что же нарисовать? А-а-а! Нарисую-ка я небо и солнышко. Привет, Лунтик! Что ты делаешь? Ого! Ты рисуешь! Здорово! А нарисуй меня! Хорошо. Только ты не шевелись. Готово. Уже? Покажи. Вот. Что? Кто это? Это я, что ли? Я такой? Весь желтый? У меня зеленой краски нет. Нет? Да. У тебя и коричневой краски нет. И оранжевой нет. Как же ты рисуешь? Вот так. Что могу, то и рисую. Да. Надо поискать, чем докрасить рисунки. Привет, ребята. А что вы делаете? О! Вы рисуете. А нарисуйте-ка меня. Ага. А у тебя есть оранжевая краска? Нет. О! А мед подойдет? Хм. Давай попробуем. Угу. Медом рисовать не получается. Да. Это была глупая затея. И... Ай! Чего сидите, малышня? О! Вы рисуете! О! А нарисуйте-ка нас! Да! Нарисуйте! Ничего мы не рисуем. А это еще почему? У нас красок не хватает. Это на нас-то красок не хватает. Нет. Мы и радугу не можем нарисовать. И цветочки. Ой, Лунтик, смотри. Лунтик, а как это у тебя получилось? Не знаю. О! Покажите нам. О! Я понял. Краски перемешались. Ого! Ух ты! Зеленая! Получилось зеленая! Ого! А давайте попробуем смешать красную и желтую краски. Давай. Здорово! Оранжевый! Оранжевый! Ух ты! А мы вот что можем. О! Коричневый! Чего? Не нравится мне этот цвет. Да, плохие краски. Пойдем, отмоемся. Да! Давайте рисовать скорее. Давайте. Вот так Лунтик с друзьями узнали, что всего из трех красок можно получить много разных цветов. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. В ответе. Ну, ну! Спасуй мне! Лови! Есть! Здравствуйте, ребята. У меня к вам просьба. Не могли бы вы присмотреть за моим малышом? У меня в доме генеральная уборка. Не хочу, чтобы он дышал пылью. Конечно. С нами ему будет весело. Да? Спасибо. Я скоро тебя заберу, малыш. Не волнуйтесь, он в надежных руках. В надежных, ловких руках. Оп! Оп! И оп! Я тоже хочу. Дай мне. Отлично. Пока малыш играет с мячом, мы можем поиграть в бадминтон. Ай. Ай-ай. Оп! 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 Ха-ха-ха! А! Я тоже хочу. Дай мне. Ладно. Если ему так хочется, пусть тренируется. А мы будем прыгать. Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять, сто. Ах. Здорово. Теперь моя очередь. Я тоже хочу. Дай мне. Ну сейчас я хотел попрыгать. Иди еще поиграй. Нет, сам играй. Я хочу прыгать. Вот малышня. Приспичила же ему эта скакалка. Кузя, ты прямо как гусеница говоришь. Жучок же еще маленький. И потом, теперь мы можем снова поиграть в бадминтон. Я тоже хочу. Дай мне. Ты же сказал, что хочешь прыгать. Дай ты нам поиграть немного. Нет, я тоже хочу. Ну хорошо, на. Ну если он опять... Я тоже хочу. Дай мне. Ну все, кончилось мое терпение. Слушай, у нас тут есть очень интересное место. Хочешь туда пойти? Хочу. Вот, это наш шалашик. Правда, хороший? Смотри, тут есть бумага и карандаши. Нарисуешь нам картинку? Угу. Изобрази спортивные соревнования. Какие команды участвуют. Болельщиков нарисуй. Еще кого-нибудь. Только никуда не уходи. А мы скоро к тебе придем. Кузя, а разве можно его так оставлять? Мы ведь за него отвечаем. Да не волнуйся. Он надолго рисовать засядет. И никто его отвлекать не будет. Немного потренируемся и вернемся. Восемьдесят шесть, восемьдесят семь. Мы уже долго тут? Сейчас допрыгай до ста и пойдем. Восемьдесят восемь. Восемьдесят девять. Зря мы так его оставили. Девяносто один, девяносто два. Да что может случиться? Не знаю. Мне как-то не по себе. Девяносто четыре. Помогите! Мама! Кутик! Кузя! Кузя! Нельзя было его оставлять. Мы в ответе за этого малыша. А что делать, если он все время нам мешал? Он просто хотел поиграть вместе с нами. И раз мы за него отвечаем, то должны быть вместе с ним. Больше Лунтик и Кузя не отходили от малыша ни на шаг. И отлично провели время все вместе. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. А у меня хоть и два, зато большие. У меня в прошлый раз тоже большие были. Ха! В прошлый раз не считается. Смотри, как надо. Дядя Шнюк, дядя Шнюк! Эх, что? Здравствуйте, дядя Шнюк. Здорово. А что вы рисуете? Эх, это, ребята, миниатюра. Мини-чего? Не ми-ничего, а мини-чего. То есть маленькая картинка. Ну, как? Красиво. У меня еще есть. О, как много миниатюр. Можно устроить выставку. Эх, выставка. Это хорошо. Да, только картины очень маленькие. Все в очередь встанут, чтобы это разглядеть. Толкаться будут. Не нравится, не смотри. А правда, дядя Шнюк, может, нарисуете большую картину? Зачем это? Просто большую картину все увидят издалека. Точно-точно. Ну, не знаю. Боюсь, у меня не получится. Я никогда не рисовал больших картин. Ну, что вы, дядя Шнюк, вы такой талантливый. Но понадобится большой кусок холста. Да и времени очень много займет. Мы поможем. Ну, пожалуйста, дядя Шнюк. Не знаю, стоит ли даже начинать. Она такая большая. Дядя Шнюк, вы самый лучший художник в нашем лесу. И когда вы нарисуете эту картину, все об этом узнают. Дядя Шнюк. Смотрите. И это всё? Что-то пустовато Ай, фантазий не хватает Вдохновения нет совсем Дядя Шнюк, что случилось? Ничего Вы бы отошли, ребята А то краска ещё не высохла Кажется, получилось Дядя Шнюк Вы нарисовали настоящую гигантюру Да, Лунтик Это настоящая гигантюра Только хорошо бы разглядеть её как следует Было бы здорово посмотреть на картину издалека Да, но как? Давайте поднимем картину на дерево А хорошо получилось Гигантюра, да ещё и летающая Это точно Но без вашей поддержки Я бы никогда не решился Спасибо Спасибо Неплохо Очень неплохо Очень мило Это настоящий летающий шедевр При поддержке друзей Можно не только гигантюру нарисовать Но и в небо её запустить Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю Где нашёл много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем На улице, наверное, очень холодно Ух ты! Вот это да! Кто же это нарисовал? Мороз Бабуля, дедуля, вы видели? На моём окне кто-то узоры нарисовал Такие узоры сейчас на всех окнах Это значит, на улице мороз И сегодня лучше долго не гулять А то замёрзнешь Лунтик, ты куда? Я ненадолго Хочу с Морозом поздороваться Ой-ой, закрывай скорее дверь Не пускай сюда мороз Ох А почему его пускать нельзя? Лунтик, дверь! Ага Он что, такой страшный? Эй, Мороз! Ты здесь? Отзовись! Да, этот Мороз Настоящий художник Интересно, а дядя Шнюк с ним знаком? Ну и холод Здравствуйте, дядя Шнюк Можно зайти? А, дверь закрой Не пускай ко мне мороз Вы что, не любите его? Он ведь такие узоры на окнах рисует Узоры-то я люблю А вот Мороза боюсь Из-за него и на улицу-то выходить не хочется Он что, такой страшный? Не знаю, как для остальных А для меня Да Ты чего хотел-то? Да так Ничего Неужели из-за того, что Мороз страшный Он должен мерзнуть на таком холоде? Ой, наверняка кто-нибудь все-таки пожалел его И пустил в дом Погреться Здравствуйте У вас тут Мороза нет? Мороза нам еще тут не хватало Да, и так холодно Извините Бей! Эй, кто-нибудь Тебе чего, Лунтик? У вас там нигде Мороза нет? К счастью, благодаря льду Он нам не страшен Извините У вас тут Мороза нет? У вас Мороза нет? Кузя! Лунтик! Ты тоже Мороза боишься? Еще бы! Значит, и ты его в дом не пускаешь Лунтик, не гуляй! А то замерзнешь! Бедный Мороз Такие узоры рисует А его все боятся В дом не хотят пускать А вдруг он совсем замерзнет? Мороз! Где ты? Ты здесь? Ты замерз? Вылезай скорее Я не буду тебя бояться Я попрошу дедулю с бабулей Пустить тебя в дом Лунтик! Наконец-то я тебя нашел Ты совсем замерз Быстрее идем домой Нет Без Мороза я никуда не пойду Ему холодно Это просто ветер гудит А Мороз Это природное явление Он сам этот холод делает Что? Ай! Но зачем? Пойдем домой Дома я тебе все объясню Оказалось Морозу лучше Когда его не пускают в дом Ведь благодаря тому Что зимой на улице холодно А в домах тепло Он может рисовать на окнах Такие чудесные узоры Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Фоторепортер Да, вот это фотографии Потрясающе! Эх, вот бы и мне стать фоторепортером Вот, Кузя, возьми Спасибо! Здорово, Кузя! Сделай мой фотопортрет Нет, портрета это не интересно Надо сфотографировать что-то такое Чтобы всех дух захватило Происшествие какое-нибудь Скукота? Почему у нас ничего не происходит? Так и фотографом никогда не станешь Помогите! 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 Держись крепче! Держись! Ну, наконец-то! Чего бы еще такого снять? Что случилось? Куда все бегут? У нас общая тревога Владина дала трещину Может прорвать в любую минуту Все, мне пора! Пока, Кузя! Я должен успеть все заснять! Ух ты! Вот это да! Вот все окнут, когда я им покажу снимки! Поберегись! Кузя, помоги, пожалуйста! Да-да, иду! Уходим! Ух ты! Вот это кадр! Да, классные фотки получились! Не перепрыгнешь! Перепрыгну! Не перепрыгнешь! А вот и перепрыгну! Смотри! Опа! Подумаешь, сразу не получилось! Руку дай, я вылезу! Кузя, ты чего? Не фотографируй! Лучше вытащи нас! Отличный кадр! Ну, подожди! Выберемся, тебе не сдобровать! А ну, стой! А ну, отдай фотоаппарат! Ну что, попался? Тоже мне фотограф! А теперь мы тебя пощелкаем! Лучше бы помогли мне распутаться! Красиво висишь! Кузя, как ты попал в паутину? Я от гусениц убегал! И не заметил ее! А они, представляешь, даже не помогли! Вместо этого начали меня фотографировать! Хорошо, ты шел мимо! Кстати, а что ты здесь делаешь? А я... А я к муравьям иду! У них плотину прорвало! Надо бы им помочь! Ладно, Кузя, я пойду! Ага! К муравьям? Так это значит, что я и сам-то был не лучше гусениц! Вместо того, чтобы помочь, я только фотографировал! Мне так стыдно! Быть фоторепортером очень сложно! Снимки разных событий нужны и интересны! Но если требуется твоя помощь, тут уже не до съемок! А когда все в порядке... Внимание! Фотографируемся! Фотографируемся!